Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы продолжаем с вами застраивать виллоу крик, и сегодня мы с вами будем строить домик, который, думаю, многим понравится, потому что, внимание, он будет одноэтажный. Кстати, ребят, напишите в комментариях, вы больше любите играть в одноэтажных домиках, или же все-таки двух-трехэтажных, потому что вот я понимаю, что мне нравятся все-таки одноэтажные домики. Да, мне внешне очень нравится двухэтажная, трехэтажная, но, честно говоря, гораздо удобнее играть в одноэтажном домике. В общем, сегодня мы с вами будем строить симпатичный одноэтажный домик, и понятное дело, что я вам расскажу небольшую историю, которая мне пришла в голову, пока я строила этот домик. Кстати, на этот домик у меня ушло где-то примерно часов шесть. Ну, то есть я села его строить, и через шесть часов я его закончила строить. Вроде бы одноэтажный дом, что тут может быть сложного? Но знаете, что тут было сложное? Тут был сложный садик. Да, я решила, что в этом домике будет достаточно большой садик. Вообще, давайте я сначала вам трошечки про этот домик расскажу, а потом мы с вами перейдем к истории. В общем, этот дом мне пришел в голову, когда мы с вами еще панкейков строили. Точнее, мы домик для панкейков строили. Мне сразу же пришел в голову домик, который должен быть по соседству с панкейками, и там должна будет жить одна дама в возрасте. Сейчас я вам расскажу, что это за дама. В общем, вот я просто этот дом видела рядом с ними. И тут я утром захожу в игру, думаю, так, вот сегодня я буду строить этот дом, и я понимаю, что... То есть я уже этот дом увидела, какой он должен быть, и я понимаю, что он не влезет на участок, который находится рядом с панкейками. Я почему-то думала, что справа от панкейков, ну слева мы с вами знаем, там, по-моему, участок 20 на 15. Мы с вами там строили маленький домик для большой семьи. А соседний участок, я думала, что 30 на 40. Так, и я сажусь строить, и я понимаю, что он 20 на 30. И мало того, что он 20 на 30, так он еще и в длину 20 на 30, а не в ширину. Ну, я так расстроилась, я думаю, блин, ну такой облом. Потому что дамочка, которая живет в этом доме, она связана с панкейками. Ну, не напрямую, она не их родственница, но она как бы вплетается в их историю. И я так расстроилась, думаю, блин, мне нужен участок 30 на 40. Но потом оказалось, что 30 на 40 у нас все-таки есть, и этот участок находится напротив наших панкейков. Поэтому, в принципе, будем считать, что она их близкая соседка, близкая знакомая. В общем, давайте, наверное, сначала я вам все-таки расскажу небольшую историю, связанную с героиней этого домика. Героиней этого домика. Героиней этого ролика. Итак, будем считать, что главную героиню зовут, ну, например, Роуз Смит. Роуз Смит родилась в 50-е годы, и в 70-х она была очень-очень популярной актрисой. Я примерно прикидывала года, ребят, потому что мне кажется, что как раз вот на момент, получается, 2024 года ей 74-75, ну, то есть плюс-минус. В общем, будем отталкиваться от вот этих вот дат. Значит, в 70-е годы она стала достаточно популярной актрисой. Ей было, может быть, 20, может быть, плюс-минус 1-2 года. И она была героиней драм. Ее даже называли королевой слез. Она вызывала бурю эмоций. Она была такой прекрасной актрисой. Она очень многим нравилась, она много снималась. Ну, и, в принципе, ей пророчили такую, знаете, вот прям, прям очень крутую судьбу, что она действительно станет такой вот очень знаменитой актрисой. Но пока что дальше вот какие-то там, ну, может быть, soap operas и что-то типа такого она не выходила. Ну, в принципе, зарабатывала она неплохо, учитывая, что она была молодой звездой. То, в принципе, ну, действительно она была у многих на устах, мол, ой, я знаю, Роуз Смит будет сниматься в этом фильме, нужно обязательно его посмотреть. В общем, барышня очень много работала. У нее, конечно же, было много поклонников, но как-то с кем-то она свою судьбу не связывала. И вот как-то раз, как-то раз на нее обратила внимание, и она обратила внимание на своего коллегу. Это был коллега по съемочной площадке, но он был не актером, а, допустим, может быть, он занимался декорациями. Очень такой, знаете, импозантный мужчина, но он был старше Роуз. Ну, и он начал за ней так, знаете, галантно ухаживать, как бы начали строиться отношения. Ну, и, в принципе, Роуз была абсолютно все равно, ну, как бы, это знаменитость, или это просто сотрудник, или это коллега, или это просто рядовой человек. То есть у нее, как бы, не было такой цели, например, выйти замуж только за какую-нибудь звезду. Ее, в принципе, устраивал этот парень, у них были хорошие отношения, и, как бы, ну, мало-помалу, они влюбились друг в друга, у них такая, знаете, пылкая любовь, просто вот все. И он ей сделал предложение. Она, конечно же, его приняла, у них была очень скромная такая вот камерная маленькая свадебка. Ну, и, в принципе, они, ну, съехались, жили очень даже хорошо, но вместе они пробыли недолго. Через какое-то время после того, как они поженились, у Роуз родился сын. Но после его рождения у них, как-то, знаете, отношения, не то чтобы, ну, точнее, не после его рождения стали портиться отношения. То есть родился сын, и через какое-то время у них начали портиться отношения. То есть как-то она была все время им недовольна, да и, как бы, ее муж, ну, короче, у них, как-то, знаете, не сложилось. Ну, и они разошлись, то есть они развелись, и, как бы, все, он пошел своей дорогой, она пошла своей. Для нее, конечно, сначала это был, ну, не то чтобы прям удар, она держалась молодцом, она же все-таки знаменитая актриса, мол, она, в принципе, пережила развод, и одинокой она была достаточно недолгое время, у нее, конечно же, было муйма поклонников, и самым таким ярым поклонником оказался режиссер нового фильма, в котором она снималась, и вот, знаете, в отличие от ее первого мужа, он был прям такой вот очень настойчивый, такой вот прям, знаете, я бы даже сказала, что прям нахабный, то есть он так вот-вот просто прям рвал и метал, что она должна быть со мной, тем более он знал, что Роуз Смит, это имя, уже это, грубо говоря, практически бренд, то есть он понимал, что все фильмы с Роуз будут прям вот-вот прям супер-пупер успешны, и он, конечно, за ней бегал, там, цветы, полки окохания, все то-се, она сначала, конечно, держалась, так, знаете, ну, поодаль, мол, как бы, да, мне очень приятно ваше внимание, но потом она оттаяла, и вроде бы они даже начали строить отношения, у них была шикарная свадьба, ну, он ей сделал, понятное дело, что предложение, у них была шикарная свадьба, много гостей, но он ей сказал, что она свою фамилию не должна менять, мол, все же знают Роуз Смит, что это такое, мы будем, например, снимать какой-то новый фильм, они увидят какой-нибудь там Роуз Грей, а кто такая Роуз, все знают только Роуз Смит, поэтому фамилию ты менять не будешь, ну, она, пожалуй, плечами думает, ну, окей, ладно, как бы, я ж не против, мол, ничего в этом такого нет. Ну, и, в принципе, они вместе жили достаточно долгое время, и, в принципе, у них были неплохие отношения, но, допустим, Роуз, если поначалу она, ну, если с первым мужем она, знаете, прям нырнула в куханье, все просто, то здесь она первое время держалась не то, чтобы холодно, ну, так вот, сдержанно, но потом, знаете, они как-то, мы уже какое-то время пожили вместе, и она к нему тоже так расцвела, вот просто вот чувства, все дела, но вот этот вот режиссер оказался говняшкой, будем так его называть, его действительно интересовало имя Роуз, его интересовало Роуз как бренд, то, что я и сказала, он ее начал пихать во все фильмы, он ее начал добавлять везде и давать главные роли, вот везде должна быть Роуз, вот какой-то мы фильм снимаем, только Роуз главная, то есть он действительно хотел на ней заработать достаточно много денег, и люди перенасытились, что ли, то есть они, как бы, если раньше действительно, о, Роуз Смит, да, действительно, мы будем на нее, на ее фильмы ходить, то теперь, типа, как бы, мы хотим видеть кого-то другого, но везде это Роуз, тем более, что Роуз играла молоденьких девочек, вот в 70-е годы, ну, а тут, как бы, как бы она уже не молоденькая давно девочка, а если это какая-то, знаете, драма, шмама и так далее, ну, короче, то есть людям она просто уже надоела, и действительно, ей всегда давали leading role, то есть нет, чтобы дать какую-то второстепенную, вот этот вот ее муж пихал и пихал во все фильмы, в общем, как-то вот, вот, вот как-то вот не туда пошло, неправильно пошло все развитие событий, и, как бы, их роман, вот эти, вот эти вот их отношения, они как-то тоже, она понимала, что они куда-то идут не туда, ну, и, конечно, каплей стало то, что она вроде как, вроде как увидела его с другой молоденькой актрисой, но, как бы, это не попало в прессу, это никуда не попало, никто это не снимал, она сама стала свидетельствовать, может быть, она ее где-то увидела вместе, или еще что-то, она решила, что она не хочет устраивать скандал, потому что она понимала, что это, ну, ему подмочит репутацию, ей все-таки первое время, когда он ее добавлял, вот эти вот фильмы, в принципе, было not bad, в принципе, было нормально, но потом, как бы, ну, как бы, уже все, хватит, и она заработала денег, в общем, она решила, что надо разойтись тихо-мирно, ну, не сошлись характерами, то есть для поклонников она не говорила, что муж ей там изменил, не изменил, просто вот все, ну, любовь прошла, завяли помидоры, и она, разведясь с мужем, ну, конечно, ей было больно, ей было очень больно, ей было очень тяжело, потому что, опять-таки, то есть, как я говорила, вначале она, ну, вела себя очень осторожно, а затем она расцвела, вот просто, знаете, такая вот квиточка тендитна, и вот все, и тут он ее так вот, вот так вот поступил, в общем, она это очень все тяжело пережила. Возвращаясь к ее сыну, как я вам уже рассказала, у нее родился сын достаточно рано от ее первого мужа, то есть, ну, сын, допустим, уже был возраста, он, допустим, уже в колледже учился, то есть будем как-то так, я же говорю, почему я по датам трошки могу путаться, потому что, ну, я могу трошки запутаться, вы же знаете. В общем, будем считать, что на момент, когда она развелась со вторым мужем, сын был уже в колледже, то есть, больше от второго мужа у нее детей не было, и с сыном она не общалась. Сын на нее очень сильно обиделся, сын считал, что это по ее вине ушел первый, ну, то есть, его отец ушел, то есть, что это она виновата, и он, конечно, держал на нее очень сильную обиду. И как бы Роуз пыталась с ним помириться, но он в это все не верил, он считал, что ее интересует только карьера, все дела, в общем, они не общались. И у Роуз пошли, настали такие не то чтобы темные времена, но ее перестали как бы куда-то звать, ее перестали куда-то приглашать. Ну, и для нее это был, конечно, достаточно сильный удар, это не значит, что у нее не было денег, у нее были деньги, но вы же понимаете, она себя считала еще достаточно востребованной актрисой, она хотела работать дальше. И вот как-то раз она пришла к своему агенту и говорит, слушай, ну, мне хоть где-то надо побывать, я должна где-то мелькать, может, ты мне что-то расскажешь, предложишь. Ну, и ей агент говорит, что, ты знаешь, вот-вот будет презентация какого-то там известного винного дома, или там, может быть, просто какой-то, а, новый, может быть, винный бренд открывается, ну, то есть, короче, будет дегустация. И может быть, ты как, ну, тебя же знают, что ты все-таки известная актриса, может быть, ты придешь, ты им поможешь, и ты помелькаешь на публике, учитывая, что это будет такое, ну, популярное мероприятие. Ну, на что она сказала, окей, ладно, я не против, хорошо, я приду. И когда она пришла в назначенное время, в назначенный час, в назначенное место, как бы она увидела своего сына, и сначала она не поняла, такая, мол, как бы, чего? А что ты здесь делаешь? А он ей говорит, она говорит, это что, твое? Говорит, нет, это фирма моего отца. И она, конечно, в таком ступоре, мы как бы, допустим, там, его, не знаю, Джек звали, блин, я сразу вспоминаю, Джек и Роуза с Титаник, ну, допустим, Джек. И, в смысле, он же как бы работал с декорациями, как бы, а тут виноградники, одно другое. В общем, как оказалось, Джек, после того, как они разошлись, еще какое-то время поработал с актерами, ну, в общем, вот в этой вот всей сфере, но потом он решил, что это не его, а его семья владела виноградниками, допустим, в Чесно Тридж. Ну, и понятное дело, что он решил, что лучше он будет помогать своей семье, он будет продолжать их дело, и он решил заняться виноделием. Он заняться виноделием, у него, в принципе, появилась своя фирма, и, в принципе, много поклонников. Ну, и когда они увиделись, то есть началась эта презентация, они встретились, и, ну, как бы, Роуз была не то чтобы в шоке, но, как я уже говорила, он старше ее, он, может, лет на 10 ее старше. Они остались после презентации, поговорили, пообщались, и потом, через какое-то время, они снова встретились, то есть начали встречаться. Он второй раз не женился, никаких у него отношений не было, Ну, в общем, слово за слово, они решили снова сойтись. Они сошлись вместе, ну, вместе, странно было, люди, но они не вместе сошлись. Они сошлись, у них снова была свадьба. Сын, сразу скажу, ну, к матери все равно относился не очень хорошо, он был на их свадьбе, но как-то нет, ну, вот как-то он держался подальше. И, в итоге, они переехали потом в Виллоу Крик, потому что все-таки, ну, у Роуз были какие-никакие деньги, они переехали сюда, но, к сожалению, счастье их продлилось недолго, потому что, как я уже говорила, Джек был, ну, гораздо старше, старше, чем Роуз, и он уже просто в силе возраста он умер. И Роуз пообещала, что она будет продолжать дело его семьи, она будет заниматься виноградниками, поэтому она решила вот эти вот какие-то у него, может быть, были уникальные сорты винограда. Она у себя дома организовала оранжерею, она организовала теплицу, и там выращивала вот этот вот виноград, и решила заняться виноделием. И, да, сразу же маленькая ремарочка, у ее сына родилась дочка, то есть внучка нашей Роуз, и вот как раз для внучки она организовала комнату, потому что в этом доме есть только две спальни, есть мастер-бедрум, и есть такая вот небольшая уютная спаленка как раз для внучки, потому что, ну, у Роуз, знаете, появились такие вот чувства, что она должна себя как-то компенсировать вот это вот взаимоотношение с сыном, она хочет, наверное, компенсировать за счет внучки, то есть как бы подарить ей счастливое детство, ну, и быть с ней рядом. В общем, ребят, вот такая вот спонтанная история мне пришла в голову. Знаете, мне нравится с каждым домиком что-то такое придумывать. Я надеюсь, что я ни в чем не запуталась. Давайте я вам сейчас кратенько расскажу про этот дом. Значит, это у нас одноэтажный дом. Я решила, что у нас действительно здесь будет только две спальни. Я сначала думала, что будет три, но я решила добавить такую вот, знаете, комнатку, где она занимается музыкой. Ну, вот, допустим, ей нравится, опять-таки, учитывая, что она актриса, она решила, что после того, как закончится свое актерское мастерство, она будет заниматься музыкой, она играет на пианино, у нее достаточно большая библиотека, она любит читать. У нее есть такой вот небольшой садик, и у нее есть даже маленькое озерцо. Я сначала думала, что я это озерцо, может быть, сделаю сама, но вот это вот из «Пути к славе», я надеюсь, что я не напутала, вот именно из «Пути к славе» оно смотрится просто, просто бимба. Поэтому я решила его добавить. В плане оранжереи, вот мы сейчас с вами строим оранжерею, я долго мучила это, мучила, мучила. Вообще, почему, кстати, возвращаемся в 30 на 40? Я как раз и хотела, чтобы домик был у нашей главной героини небольшой, такой, знаете, cozy small house, а вот вокруг будет большой сад, но, знаете, я понимаю, что у меня руки, наверное, с дубти растут, потому что я не знаю, я с этим садом сидела, мне кажется, блин, не знаю, сколько, кстати, я решила использовать вот эти вот дорожки, я всегда думала, что это просто какие-то кругляхи, а это оказывается такие вот типа а-ля камешки срезанные. В общем, я решила, что у нее будет такой вот маленький садик до дома, потом в конце, и, кстати, я думаю, что вы обратили внимание, я решила поэкспериментировать. Учитывая, что здесь у меня были, получается, два прохода, один проход на три клеточки, второй на пять клеточек. У нас, к сожалению, все ворота есть только двухклеточные, одноклеточные и четырех. То есть, если у вас есть трехклеточный проход или пятиклеточный проход, то вы туда ничего добавить не можете. Поэтому я решила поэкспериментировать, просто увеличила наши ворота, ну, мне кажется, они просто идеально вписались, они просто, вы знаете, вот просто лялечка, самая настоящая. И, конечно, я решила добавить два подвала, к сожалению, два подвала, потому что у нас, в общем, в одном подвале она занимается нектароделанием, ну, и, может быть, действительно, у нее какой-то вот этот вот особый рецепт, который ей передал ее муж, и она вот хочет следовать этому рецепту. Почему я, кстати, вам сказала про панкейков, почему я сказала про связь с панкейками? Я вам говорила, что Боб хочет открыть свой ресторан, заниматься своим рестораном, и вот как раз вот эта вот роуз, она будет его снабжать вином, то есть собственного производства, и вот это вот вино, может быть, оно какое-то будет просто уникальное, и вот только для него, только для его ресторана она готова предоставлять вот этот вот необычайный напиток, который в итоге, может быть, там, не знаю, ему славу принесет или что-нибудь такое. В общем, у нее есть два подвала. В одном подвале у нее вот этот вот схрон, где она держит все вот эти вот бутылки, какие-то там, может быть, ингредиенты Ну, понятно, где же у нее есть такая вот комнатка с хламом, где у нее хлонятся старые вещи И у нее есть вот эта вот секретная локейшн, видите, она там закрывается на защелку, все такое вот серьезное И здесь хранятся, может быть, просто какие-то там, вот видите, уже готовые заготовки, которые она будет в итоге передавать, например, панкейку То есть можно здесь, конечно, что-то другое разместить, может быть, какой-нибудь рабочий кабинет, можно спортзал Но я решила, что здесь будет вот такая вот из двух комнат, скажем так, локейшн, где действительно будет храниться нектар Я хотела соединить проходом со второй частью, и, кстати, я поняла, почему я не могла соединить Точнее, я поняла, что я могла соединить, я поняла, в чем я лоханулась Короче, когда я их решила соединить, мне писалось, что разный уровень И я вам сейчас объясню, почему было разный уровень В общем, значит, в чем суть? Тот подвал мне надо было опустить, прям очень сильно опустить А этот я не опускала, ну, чтобы он не торчал, знаете, как из земли они торчат А этот я не опускала И вот если бы я опустила до уровня этого подвала, то можно было бы соединить проходом И было бы очень круто, блин, я вот только сейчас поняла, что я их могла соединить, и я не соединила В общем, ребят, тут действительно их можно соединить каким-нибудь узеньким проходиком И будет смотреться очень круто В общем, знаете, вот когда у меня ролик ограничен по времени, и хочется все успеть, я начинаю уже, по-моему, заговариваться и путаться Значит, мы с вами отправляемся на экскурсион Мы сейчас с вами посмотрим, что у меня получилось Итак, мы с вами проходим джинь-джинь-джинь-джинь-джинь-джинь-джинь-джинь Здесь у нас, видите, такой вот садик с вот этим вот прудиком Я надеюсь, что у меня тут пираньи жить и расти не будут Мы с вами проходим вот сюда, и здесь у нас... Слушайте, мне так нравятся вот эти вот двери и окна из Growing Together, прям капец Это, кстати, по поводу любимых цветов У нее были из любимых цветов, это мятный, персик и белый То есть я старалась использовать вот эти вот цвета в основном Но, к сожалению, у нас не так много предметов с этими цветами Здесь у нее кухня Плюс я хотела какой-то прованс Что-то такое, знаете, ну вот в таком вот стиле Но в итоге у меня какая-то немножко мишанина получилась В общем, здесь у нее спальня И у нее есть любимый питомец, будем считать, что у нее есть песик Или она собирается завести песика Тут висят какие-то ее костюмы Может быть, какие-то ее сценические образы еще висят Это ванная комната Ну, в принципе, это и так очевидно Здесь все необходимые принадлежности для ванной комнаты Халатики Вот видите, вот эти два цвета, зеленый и персиковый Ей капец как нравится Ну, может быть, там розоватый То есть вот такие вот, знаете, оттенки Проходим с вами по этому узкому колидору Да, я знаю, что коридор, ребят, я знаю И здесь находится ее, ну, грубо говоря, рабочий кабинет Может быть, это какое-то старинное пианино, которое она купила Поэтому она такая трошки поцарапанная Здесь еще одна ванная комната Ну, для всех, грубо говоря Ванная комната для всех Меня, кстати, спрашивали, почему я не использую двойные вот эти ванные плюс душевые Плюс душ Я не знаю Я про них почему-то либо забываю, либо они, мне кажется, очень громоздкими Это комната для внучки Мне кажется, что внучке лет, наверное, 15-16 И внучка, может быть, хочет быть там каким-нибудь видеоблогером Может, танцовщицей И поэтому она ей поставила и классный музыкальный автомат Ну, этот, вы поняли Ну, да, в принципе, музыкальный автомат Есть компьютер Ну, и она, конечно, поддерживает внучку, которая хочет заниматься творчеством Это вот эта вот крутая оранжерея Она действительно крутая Потому что здесь у нее не только будет виноград расти Может быть, еще какие-то там редкие растения Может быть, действительно, у семьи ее первого мужа были какие-то интересные, необычные растения Здесь грядочки для винограда То есть тут она все это выращивает Видите, у нее тут все аккуратненькое, красивенькое Тут есть вот такая вот дорожка С двух сторон можно подняться и выйти на кухню-столовую Ну, а мы с вами сейчас должны спуститься чпоньк Чпоньк И мы попадаем с вами в подвал Ну, подвал это просто классика жанра Все заставленное Все заставленное, переставленное Тут у нее, видите, хранится за решетками Какие-то запасы нектара Там уже готовые бутылки на отправку панкейкам А сейчас мы с вами отправимся, конечно же, и во второй подвал В котором, в принципе, она... Блин, я так расстроюсь Слушайте, реально Надо было опустить... А я что-то не догадалась, что надо было опустить Блин, как обидно, ребят Ну, вот серьезно, очень обидно Но я думаю, что вы поняли Просто вот этот подвал надо было опустить ниже И все, их бы можно было соединить Ну, и здесь она занимается нектаром Тут у нее есть уже какие-то, может быть, пробные заготовки Может быть, она экспериментирует, пробует разные вкусы Тут, может быть, какие-то ингредиенты Ну, и, конечно, у нее есть телевизор, который она иногда может посмотреть Если она устает Итак, друзья мои, вот такой вот получился домик Вот такая вот получилась история Мне, кстати, очень хотелось добавить вот эту вот локейшн Которую мы сейчас с вами видим Может быть, здесь она занимается чаеванием с подружками Ну, то есть, как бы, знаете, это такая вот зона для релакса Когда хочется отдохнуть Приглашаешь в гости подружек Чаечек, кофеечек И все И просто прекрасное настроение Я надеюсь, что вам было интересно Я надеюсь, что вам понравилось Не забывайте ставить лайк Подписывайтесь на мой канал Чтобы не пропустить новые интересные видео До скорых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА